Смотрите, сколько народу. Ночные кадры корабля. Утонула таблетка. Картина. Реалии анапские. Его унесло. Валяются в холодильнике. Масштаб, конечно, этого природного бедствия и катастрофы просто невероятный. Берегите дюны. Берегите природу, мать вашу. То, что осталось. Как будто мамай прошелся. Огромное количество деревьев были уничтожены. Мост частично перс. Перс тут просто ужасно в состоянии. Разбитые кабинки. Расположение отелей и санаториев вокруг центрального транспортного кольца. Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с первым днем зимы. Мы находимся в городе-курорте Анапа, который зализывает раны после всех штормов и подтоплений на него обрушившихся. Сейчас мы находимся перед администрацией. Первый день зимы. Плюс 13 градусов сейчас на улице. Приходится одевать куртку, потому что до 20 метров сегодня будет продувать у нас ветер. Также хотелось бы вам рассказать про новую Анапу. Концепт появился на tourism.rf. Давайте посмотрим. Широкий простор для мечты и для жизни. Грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Долгие годы курортная здравница Анапа была гордостью и счастьем целого поколения советских людей. Сегодня мы возвращаем эту славу и чувство. С гордостью возрождаем круглогодичный семейный курорт на Черноморском побережье. Гипотеза функционального зонирования, основанная на комплексном анализе территории после тестирования с потребителями и бизнесом, сформировала модель курорта. А расчет круглогодичного туристско-экскурсионного потока обеспечил устойчивую бизнес-модель, привлекательную для инвесторов. Модель стала основой генерального плана застройки. Все начинается с визит центра. Это гармонизация энергии технологического гостеприимства. Он включает приветственную зону, туристический автовокзал, а также перрон легкого метро, Крытые стоянки авто- и велотранспорта, площадки для вертолетов и дронов, кафе и торговые точки. В правой части территории, рядом с транспортно-пересадочным узлом, обособленная сервисно-техническая территория. Она обеспечивает бесперебойное функционирование инфраструктуры. К ней примыкают общественные спортивные объекты, многофункциональный открытый спортивно-концертный центр, IQ-квартал и детский образовательный олимпиадный кампус. На живописном берегу Кезилтажского лимана расположены уютные санатории для комфортного оздоровления. Со стороны побережья Черного моря размещены современные отели с активной средой для отдыха и развлечений. Они логично удаляются от визит центра, повышая свою звездность в сторону Бугасского лимана. Знаковое решение курортной логистики – это расположение отелей и санаториев вокруг центрального транспортного кольца. В центре курорта – его сердце и доминанта курорта – организованное парковое пространство. Оно доступно всем посетителям с любой точки курорта в течение нескольких минут. В нем расположены тематические территории, оживленный зеленый парк с фермерским рынком. Это и завораживающий парк «Пятнадцать морей России» с круглогодичным аквацентром. Увлекательный парк «Инновационная Россия» и загадочный парк «Старый город». Общая ландшафтная концепция формирует зеленый каркас и погружает гостей курорта в гармонию с природой. Территория парков соединена мостом с удаленной в море мариной на 300 яхт, школой навигации и детской парусной школой. Все продумано с душой и создано максимально комфортно для семейного и детского отдыха. Поперечные связи обеспечивают доступ от одного берега до другого. Для местных жителей продуман комфортный и доступный вход на пляж. Из одного парка можно плавно перейти в другой, а из него – старый город с его уютной атмосферой улочек, кафе, музеев и креативной средой для отдыха и творчества. Из старого города можно выйти к центру ветровых видов спорта, музею археологии на лимане или попасть на гольф-поле. На курорте создана новая туристическая среда. Все отели, объекты отдыха и развлечений объединены через переходы с галереей. Галерея в форме эллипса частично закрыта ветрозащитой. Пешеходы и велосипедисты имеют обособленные дорожки без пересечения с транспортным потоком. Фрагменты двухуровневой набережной вдоль моря и лимана опоясывают курорт для пешего променада и отдыха. Все объекты курорта обеспечены безбарьерной и доступной средой для маломобильных групп населения. Эти уникальные инженерные сооружения – ключ к круглогодичному и комфортному отдыху всей семьей. Наша галерея в форме эллипса – это новый туристический коллайдер. Это место поиска впечатлений и рождения новых ощущений гостеприимства. Это генератор радости и счастья туристов от доступного и круглогодичного комфортного отдыха в Новой Анапе. Меняются времена и совершенствуются технологии, но туризм и путешествия – это в первую очередь образы нашего воображения. Наша новая Анапа – это новая курортная среда. Это жизнь, наполненная радостью и счастьем, безграничным, как космос. Вы можете высказывать свои предположения, смогут реализовать или нет, как это будет, куда будет течь канализация, снимают ли штормом или нет. Жду вас в комментариях, там и пообщаемся. На фонтане у нас уже реализуют помост для того, чтобы установить сюда новогодние украшения и консервируют на зиму все наши фонтаны. Людей сегодня не так уж много. Я на самом деле этот видеосюжет записывал вчера. Удалились видео и будет небольшая пересъемка. Те моменты, которые были со вчерашнего дня, будут немножко не совпадать с погодой. Вчера было вообще безветрие, людей гуляло очень много, но и сегодня народ тоже вышел на прогулку. На площади перед администрацией навели везде порядки. Вчера здесь дерево павшее, вот такое же высокое, ель была, убирали. Еще осталось немножко веточек. Но хочу поблагодарить все службы, которые во правильном режиме наводили порядок в городе. Потому что для курорта это очень важно, так как к нам приедет большое количество людей именно на зимние праздники. Мне об этом уже написало большое количество моих подписчиков. Это улица Горького, которая является главной пешеходной артерией. В ту сторону Театральная площадь. Там сейчас идет глобальное перестроение, а здесь возле летней эстрады у нас начало появляться новое кафе. Но не могли бы его чуть-чуть сдвинуть дальше, и было бы все великолепно. Называется капитальный ремонт, но строят заново новое здание. Также на летней эстраде висит реклама. Сан Гарден, в которой в Чемоте строится парт-отель. Его у нас анонсировала администрация. Говорила, что там будут тренировать подъезд по улице Железнодорожной к нему. Нам обещали, что апартаменты больше строиться без инфраструктуры не будут. А здесь уже вовсю офис продаж предлагают вам купить эти апартаменты. Как-то одно с другим не вяжется. Ветер, конечно, сегодня мощнейший. Интересно, когда-нибудь тотальная застройка в Анапе закончится или так и будет продолжаться? На самой улице пешеходов не так уж и много. Отдельные люди гуляют только у нас по аллеям. Здесь у нас установили большие такие шарики. Они ночью будут смотреться просто фантастически. Один с этой стороны стоит, и до второго мы еще дойдем. С правой стороны находится Формула-1. Сейчас она почему-то не функционирует. Страшные новости по поводу колеса обозрения. Разбило на некоторых кабинках окна. Вот видно одна кабинка. Вот здесь тоже. И внизу вот с той стороны еще одна. Но это ничто по сравнению с теми кадрами, которые я видел из Крыма, когда там вот так вот по кругу крутились кабинки. Вот это аттракцион опасности. Визитная карточка города-курорта Анапа. Белая шляпа находится на месте. Думаю, что у большинства моих подписчиков есть фотография с этого места. Особенно у тех, кто были в Анапе. Парк у нас продолжает озеленять. Высаживают большое количество деревьев. Здесь поменяли два дерева, которые росли там. Досадили деревья. Вот эти последствия. Разбитые кабинки. Это вообще страшно смотрится на самом верху. Хорошо, что никто не пострадал. Это самое главное. И колесо устояло. Напоминаю, что колесо нашего анапского производства, вот оно себя в такой мегашторм проявило хорошо. Скорее бы выросли все вот эти сосны. Как тут зеленый красиво станет. Единственное, что центральная аллея пока не занимается никакими деревьями. Здесь была попытка высадки пальм. Их не укрывали и они погибли. Везде вижу людей, которые наводят порядок, делают город красивым. Спасибо вам всем, кто работает над благоустройством. Еще один шарик находится он же перед самым морем. Красивые кадры. Можно будет здесь снимать. Пароходы сквозь него. И сразу с видом на наше море. Мы дошли до улицы набережной, а здесь людей гораздо больше. То есть приходят к морю, понаслаждаться видами, посмотреть на всю эту красоту. Ответы на вопросы моих подписчиков, причем местных, тоже переживают за то, что мы не застраивали тотально наше побережье. Они не про новую, а на поговорили, а конкретно то, что хотят строить на утрище. Мы посмотрели видео, какие там разрушения, сердце обливается и говорят, что даже плакали. У меня такие же были эмоции. И также поговорили про дюны и хотят, чтобы город как-то больше переживал. Все вместе вставали на защиту наших природных ресурсов. Вышли на центральный пляж города Анапы. Здесь море спокойно, так как сам город защищает нас от ветра. Оно, в принципе, похоже на то, что было вчера. Но мы сегодня отправимся в сторону пляжика Можипсин, на котором буду кататься на кайте. И там обстановка совершенно другая. Волны сегодня будут там разменяться до двух метров. Но это ничто по сравнению с тем, какие волны приходили сюда в момент самого пика шторма века. Даже Забакины приходят на море, чтобы посмотреть куда вдаль. Как оно тут прекрасно и классно. И вам привет передается. Видите, какой счастливый и довольный пес. У нас вчера была трансляция, когда мы прогуливались по берегу на втором канале. Вас туда тоже призываю подписаться. Ссылочка есть в описании. Благодарю всех, кто нас поддерживает финансово. Это очень важно для того, чтобы можно было передвигаться и снимать для вас побольше видео. Так как дохода с ютуба нету, рекламы на канале тоже нету. Поэтому, ребятки, спасибо. До этого ребята присылали на бензин, чтобы съездить в Благовещенскую. Александр Валентинович К, Любовь Валентиновна К, Татьяна Михайловна Т, Валентина Владимировна С, Наталья Николаевна З, Александр Иванович К, Валентина Григорьевна Т, Анастасия Иларионовна Д, Яна Ивановна Л, Антон Владимирович Г. Спасибо вам большое, Благовещенскую съездил, видео снял. Надеюсь, что было познавательно. На пляже у нас начали устанавливать какие-то столбы. А это пляж, если не забывая, санатория Дилуч. Так сейчас выглядит домик. Видите, тоже этот подмыло спасательный. Наклонило, но он не упал. Большое количество людей вышло с металлоискателями. Хочу обратиться ко всем проспеевикам. Ребята, пожалуйста, закапывайте за собой яму. Вчера два раза чуть не упал. Это очень опасно. И не дай бог вы подвернуть ногу. Допустим, ладно, фиг с ним вы меня, может, не любите, но очень много детей гуляет. Столбы, мне кажется, что эти будут украшены гирляндами. И мы сможем вдоль берега моря гулять с подсветкой. Должно быть очень красиво. Главное, чтобы не пришел еще один шторм века. И не посносил все это. Большое количество птиц сейчас пережидает непогоду в Анапской бухте. Здесь море не должно сильно волноваться. С правой стороны от зоны отдыха на центральном пляже полностью разобрали все навесы, которые здесь были. Радует, что людей здесь пришло на прогулку очень много. Везде ведутся работы по устранению последствий и поведению города в новогодний вид. Ух, какие порывы прорываются по улице Гривенской. И здесь мы дошли до самой зоны отдыха. Ее пока городили. И ведутся работы по подсыпке. Здесь поубиралось очень много деревьев, которые были завалены. Но пёселям это не мешает отдыхать. Картина страшная. Поуничтожало практически весь настил. С этой стороны только в начале, а там дальше даже на середине подняло их бугром. Через несколько дней мы увидим красивую зону отдыха. Было все уже сделано. Она была великолепная. Но пришел шторм. Наклонило еще один домик. Не могу понять, его по ходу, представляете, сняло с этой конструкции волнами. Вот это сила шторма была. Где у нас были детские площадки, разные фотозоны. Сейчас тоже ведутся работы, подсыпаются, выравнивается площадка. Посмотрим, что тут будет дальше. Конструкция, которая была под зимой в Анапе, убрали ее вообще полностью. Очищая вот эту зону шатра, потому что ее подняло, тоже сломало. Работает и много людей, и много техники. Дай бог ребятам, чтобы успели и гости, которые приедут к нам зимовать, увидели Анапу во всей красе. Подписчику, который работает на желтом тракторе, передаю большой привет. Посигналил, помахал рукой. Очень приятно. Работы ребятам предстоит очень много. Здесь была детская площадка, ее тоже разнесло. Тут уже центральный пляж весь очистили от песка, который нанесло. Видите, что его уровень стал сантиметров на 25-30 даже выше, чем было раньше. Перед центральным пляжем тоже пытаются его убрать. Почистили уже ливневую систему. Все было готово, все было красиво. И вот теперь начинает заново. Домик полиции, я так понимаю, надолго, как минимум до сезона там припарковался. А вот на волейбольных площадках здесь уже производят уборки. Я вот не могу понять, почему спорт, тот клуб, не делают именно здесь. Зачем было там строить, в том месте, чтобы вот так вот пострадали там наши дюны. Перст тут просто в ужасном состоянии, конечно. Практически настила на нем не осталось. Ведь море уже вернулось к нему. Мы когда в прошлый раз снимали, оно было возле вот этого вот фонаря с камерами. ФС-ки острова какого-то из зданий давних времен в самом море находятся. И стройте близко к морю. Это чревато последствиями. Возле базирования самого нашего мупа здесь пока еще прям такой беспорядочек. Ну, сюда еще и свозят полностью все остатки строений, которые были на пляже. Еще один из объектов охраны вашего купания оказался прям в море. Настолько близко подошел берег. Ну, я думаю, поправят, поставят. Самое классное, что они не попадали. Единственное, что такие провода страшные, столько их подходит. Тут конструкция металлическая была, куда-то исчезла. Смотрю, что этот домик стоит здесь. Что-то мне кажется, что тот домик притянуло оттуда, откуда-то. Потому что он не мог стоять так близко к морю. Все-таки, значит, в нем не было свай таких, как вот, видите, этот стоит. А он встал просто на бетонной подушке. И его забирало в море. Вот он, забирающий шторм. Наглядно, что это такое. Здесь тоже последствия катаклизма. У нас снесли мост через речку Анапку. А это все объекты, которые вот частично мост, частично перс. Другие, которые сюда сносило к руслу реки. И такого, я думаю, вы ее не видели никогда. С самого детства здесь был какой-либо мостик. И чтобы просто вот река, никаких там переходов через нее, я такого не помню. Картина очень печальная. Так вот сейчас выглядит. Ну, речка не впадает в море. Песком ее замыло. Хотя прокапывали, чтобы у нас здесь не было подтопления. Только что для одного из федеральных каналов давал интервью по поводу шторма. И один из вопросов, ну, как уберечься от того, что такое происходит. Что сделать, чтобы не повторялось. Один из подписчиков написал очень правильные вещи. Что, докуда море дошло, там не должно быть никакого строительства. Оно показало свою территорию. Очень много людей, кстати, вышло на берега моря на прогулку. Это радует. Я думаю, в первую очередь охотятся на ракушки. Смотрите, сколько рапанапа выбрасывало. Здесь вообще весь берег усеян. Им целая полоса подбойная завалена этой ракушечкой. Так что, любители района речки Анапка, приходите, собирайте. Здесь их прям, ну, очень много. Мне очень нравится, когда людей на пляже много. Когда все гуляют, дышат морским воздухом. Это приятно наблюдать. Хорошо, что не построили деревянную набережную, ребята. Как я пытался донести, объяснить, что любой небольшой шторм и хана. И представьте бы, сейчас сколько денег улетело в трубу, если бы она была бы здесь у нас. Сейчас с другой стороны реки Анапка. Здесь где-то пострадал этот инвентарь спортивный. Надо приводить в порядок. Позапутывал все эти внизу растения и закопал его. Здесь я смотрю, что раскапывали, чтобы спустить воду от Гранд-отеля. Целое русло сделали. Тоже очень много подтоплений было в этих местах. Проезд Голубые дали, чтобы отсюда спустить воду морскую, которая доходила до Пионерского проспекта. Вы видите, докуда выносила все сломанные вещи с пляжей. Прокопали большущий канал. Также подмыла дюны. Самым для меня жестким событием является, конечно, появление заборов, которые от забора до пляжа перегораживают наши дюны, которых там уже, в принципе, и нет. Поэтому туда и зашло очень много воды. Ну, а пёселя наверху на мини-дюнах, оставшихся еще в Анапе, в самой сидят, отдыхают. Видим большое количество ракушек, которые лежат на берегу, несмотря на то, что уже много людей с пакетами пришли, собирают их и уносят отсюда. Вот такой вот ветер очень сильно метет песочек. Я думаю, вы можете ощутить его из своих городов, особенно если смотрите на большом экране. Здесь пытаются тоже расчистить конструкцию, откапывают постепенно, но копать придется долго. Видите, как подмыло в этом месте дюны. И пришел ветер, он опять еще зачищает берег, уносит песок дальше. За то, что его нечем задерживаться, то, видите, песок перелетает в дюну и полетел туда. Поэтому так важно беречь деревья, которые растут, и кустарники, чтобы они аккумулировали песок и создавали природную защиту от таких штормов. У гранд-отеля повело пристройку, ее очищают уже несколько дней подряд люди с лопатами, разбило спасательный домик. Но самая жесть, конечно, творится здесь, где пытаются возвести спортплощадку. Вы думаете, что, наверное, видели, что волны переходили через все это поле, и уходили туда дальше строения, и откажутся от строительства, чтобы сберечь бюджетные деньги? Нет. Картина здесь просто ужасающая. Огромное количество деревьев были подмыты, завалены, уничтожены, перевернуты. Все вот эти домики отдыхов. Выглядит это очень страшно, потому что ты понимаешь, какой силой был удар стихии. Господи, не дай нам, конечно, повторения всего этого. Здесь тоже ведутся работы по расчистке. В этих территориях работает техника. Видим островы каких-то бетонных конструкций, которые раньше стояли на берегу моря, но море их победило и смыло. При этом ведутся полномасштабные работы по установке там стеллажей. Вывозят отсюда мусор, и, как вы видите, теперь в леса нету. То там, то там существуют дыры, в которые при любом шторме придет опять вода. Видите, остатки дюны, которая уничтожена. Бедные наши. Достояние природное. Огромное количество людей работает, варят настилы. Останавливаться никто не собирается. Деньги выделены, деньги надо отработать. Очень обидно, что вот так вот все происходит. Они надеются, что шторм больше сюда не придет. Аберег-то стал ниже, а дюн-то больше вообще теперь здесь нету. Не дай бог придет. Поплывет все это очень далеко. Также могло произойти и с деревянной набережной, которую хотели здесь ранее строить. Ее бы смыло. Как будто Мамай прошелся. Вся эта территория очень сильно разрушена. Меня пугают вот такие трубы, которые появились на пляже. Что это и откуда это? То есть ее, наверное, выкинуло море. Кто-то или что-то забирал из моря с помощью нее, либо наоборот сливал. Остатки разрушенных строений. Это проезд к морю в золотые пески. Тут прокопали слив, но вода не пошла. И откачивали отсюда воду. Там до сих пор еще на проезде стоит водичка морская. Представляете, насколько сильно море заходило? Тут оно вообще было до Пионерского проспекта. Там была пена морская. Здесь был домик рядом с ним, была деревянная площадка. Все это просто разломало море, разорвало все то, что осталось. Также здесь картинка для меня была самая болезненная, потому что я увидел, насколько сильно море размыло дюны. Вот люди боролись с деревьями, с растениями, ездя на них на всяких машинах, уничтожая растительность. А если бы не они, то здесь бы вообще полностью все разнесло. И вот так сейчас выглядит берег морской в этом месте. Я думаю, люди, которые сюда приходили часто отдыхать, его в принципе даже и не узнают. Тут море по заколукам заносило мусор, который добывало на побережье, разбивая строения. Там перекрыли песком, но туда вода уже тоже зашла. Вот эти все строения стоят подтопленные до сих пор в морской воде. Плюсом является огромное количество ракушки на берегу. Здесь подход к морю из курортного поселка. У них, видите, такая площадочка ровненькая, но вода через нее и пошла в сам поселок. Подмыл вот этот настил. Здесь сделали перегородку из песка, взяв вот отсюда с дюны песок. Но уже поздно. Посмотрите, там вся территория стоит в морской воде. Был забор, его снесло, и вода пошла вовнутрь. Еще раз говорю, берегите дюны, берегите природу, мать вашу. С правой стороны футбольное поле было. Его уже откапывать. Вчера пытались достать ворота. Его море разровняло. А все из-за того, что здесь в дюне не было растительности. Его просто смыло. И теперь вот такая вот площадь открывается вашему взгляду. Примерно так же, возможно, будет выглядеть и тот объект. Я этого не желаю, но природа показывает сама. Вот вам, пожалуйста, спортивный объект на берегу моря. Шторм. Масштаб, конечно, этого природного бедствия и катастрофы просто невероятный. Посмотрите, как размыло дюны. Здесь высота у них гораздо выше меня. Они были метра три высотой. И теперь их больше нету. Да разрушит и ветром все остальное, потому что уничтожены растения, которые их держали. То есть человек должен как-то теперь поучаствовать в высадке растений, либо установке заборчиков, чтобы на них аккумулировался этот самый песок. А иначе мы потеряем наше природное достояние до конца. Вот сейчас пришел ветер, он подсушит и будет разметать. Дальше по всему пляжу точно такие же разрушения. Домик спасательный устоял. Был проран через территорию пляжа. Там, если не ошибаюсь, планета находится, детский лагерь. Со всех сторон все замывало. Ну, видимо, бугор там есть и сильных подтоплений отсюда не увидел. Посмотрите, что здесь произошло. Вообще какая-то свалка, я так понимаю, пытается уже убирать разрушения, что-то откапывать. Выглядит это, ну, очень неприятно, жутко. И вот так вот рушится дюны, продолжает. Что это такое было здесь? На основании тоже какого-либо домика, уничтоженного трактором, забрали уже из моря. Постепенно берега морские тоже вычищают. И кучу мусора насобирали. Подходим мы к пляжу Давиля. Вот он, забор через дюны. Никто до них раньше не оставлял на пляже строение. Вот Давиль решил, что будут строить капитально. Забора нету, а их территория, по крайней мере, на сваях устояла. То есть можно строить в вот таком формате, типа все будет хорошо. Уже территорию приводят в порядок, работает техника, трактора раскатывают все. Те, кто отдыхают в Давиле, я думаю, свой пляж особо не узнают. Потому что очень сильно вымыло песок из него. И, по-моему, здесь были еще ряды, которых сейчас нету именно из навесов. В чем заключается спешка Давиля? Может быть, они хотят принимать людей на Новый год, поэтому свой пляж очень-очень быстро приводят в порядок. Вот эти строения, они были практически там на песке, зависли. И дюны подмыло очень сильно. Единственное, что радует, какова красота на море. Вот душа радуется, какому море успокаивается. Ихия идет на спад. Но теперь даже отсюда мы видим корабль, который стоит возле Витязева. Вот это он огроменный. Здесь прокапывали дюны, делали себе проходы. И к чему это провело? То есть теперь дюны вымало. Вся канализационная система под туалетом наружу. То есть песок был до них, сколько? Около двух метров песка пляжа не хватает. Здесь территория, конечно, тоже подизничтожилась. Сюда, я помню, прокопали проезд, потом туда вывозили водоросли за эти дюны. Вот вам, пожалуйста, море пришло и все разровняло. Это похоже на какой-то верх даже забора. Мне не верится. Даже секция там полтора метра. То есть раньше пляж был ниже на полтора метра. Либо это специальные ограждения ставили, чтобы создать дюны и загородки для моря. Вот если бы найти тех людей, кто жил раньше, они бы подсказали, что это именно было. Все артефакты в море показывают, куда люди раньше ставили домики разнообразные. Вот они торчат, там торчат. Пляж Бора-Бора. Остались навесы. Здесь дюну размыло. Сделали перекрытие, чтобы вода не зашла. Картинка маслом называется. Приплыли. Здесь у нас кристалл Уют находится и выход туда с пляжа. Тут, помните, воровали песок с этих мест. И вот тут все подтопило. Но туда дальше вроде бы разрушений не видно. Техника какая там работает. Возможно, что-то восстанавливает. Повторяюсь, это улица Кольцевая. Проход к морю от Бора-Бора. А здесь, ребята, какая-то катастрофическая обстановка. Обнажив вообще все проблемные места. Во-первых, мы видим, какой-то сартир стоит на дюнах. Это Кобзец. Это место, район Буревестника, выход на пляж. Я так понимаю, здесь пляж не убрали, законсервировали. Валяются в холодильнике и другая разнообразная утварь. То есть все оставили на пляже. Лежаки, в том числе, я так понимаю, не поставили столбы, камеры. Думали, все будет хорошо. Но море оно не надо. Оно не воровало. Оно просто все это уничтожило. Посмотрите, сколько микропластика. Крайне плохо для наших пляжей и морских обитателей. Жесть. Картинка, которая не вызывает радости. И люди пострадали. То есть те, кто этим пляжем занимается. На большущие деньги попали. И природа, в первую очередь, ее прям очень жалко. Кто помнит, как выглядел этот пляж? Очень, конечно, понимание, кто не убрал. И вот вам разрешение консервации. Говорят, можно. Давайте будем оставлять все на пляже. И превратим пляж просто в свалку. Сам проход от Бревестника. Здесь тоже кучу мусора повыносило. За счет того, что здесь бугор был, высокий его не срезали. Туда оно особо не попало. Вот этот пляж разрушило полностью. И сколько детей появилось у нас на пляжиках. Тут же сразу бизнес им что-то принесли. Всякие игрушки продают. Много детей. И сразу анапские предприниматели открыли свои бизнес-идеи. Вот этот домик, я так понимаю, что, наверное, часть того комплекса, который с правой стороны мы прошли. И вот что с ним произошло. Его раскращило, разбомбило. Стекла пообивало. Представьте, что это все осталось на пляже. Огромное количество мусора. Мы подходим к пляжу Ривьера. Походу, у нее тоже проблема. Тот, кто бывал на этих пляжах, вспомните, как здесь отодвигали потихонечку дюны. Боролись с ними. Море пришло еще больше в подмыло. Попадали в деревья с дюн. То есть, если такие шторма будут приходить цикличностью, то будет просто настоящая жесть. И очень быстро уничтожат все побережье. Первый домик практически в море сейчас находится. Песок из-под него обымывало. Здесь забор, который в дюнах. Мы расчищали это место, замело. И вот теперь обратно море пришло, забрало все. Здесь я снимал последний ночной видеосюжет для телеграммы. Тут было все в порядке. Море только доходило до вот этих навесов. Как сейчас вы видите, здесь все сносилось. И кучу мусора выкинуло. Плюс подмыло дюны. Был ли тут забор или не было тут забора? Но песка тоже забрало много. Потому что некоторые части навеса прям зависли в воздухе. Законсервированное засыпало песком. В эту часть пляжа шторм сильно не приходил. Самое интересное еще было, как этот перс выживет, не выживет. Ну, вроде бы стоит живой. Это Кристалл, родник, выход на пляж. Здесь находятся также санаторий Мечта и Эра. Вот так сейчас выглядит пляж. Также юно сюда МВДш на санаторий ходят. В нем там вообще руководителя приняли за то, что он много мертвых душ держал. Покончил жизнь самоубийством. Вообще жуткая история. Это вот все прям вот недавно происходило. Люди отдыхают на лавочках по даче от моря, наблюдая, какой красивый закат приходит. Разговаривая о том, что в Новой Анапе хотят построить очень большое количество пирсов, марину, море. Ну, вот там пирс построенный. Вроде выжил. Такой штурм перенес. Даже на нем все уцелело. По крайней мере, то, что я вижу. Получается, выдержал. Живой пирс. И значит, строительство марин там и всего остального именно в море. Реально, если к этому подходить с умом, он, как говорится, делает все четко. Здесь еще возле этого пирса собирается большое количество дельфинов. В летний период по утрам. Можете прийти сюда, сделать для себя красивые кадры и очень близко с ними пообщаться. Я сюда приходил один раз, и в этот раз я встретил дельфина. Практически до него можно было дотянуться рукой. Но этого делать не стоит. Помню, как один из высокопоставленных начальников военных выходил и говорил, что дюны под защитой находятся. И поэтому мы их сносить не будем. По факту дюны защитили этот комплекс Министерства обороны. Поэтому берегите дюны. Это очень важно. Для кого-то пляжи это места для покатушек. Ну, когда по прямой ездят, если никого не сбивают, то это не мешает. Вот когда по дюнам, то слов нет, такие эмоции. Особенно после этого шторма. По многим местам прохожу и не узнаю проходы. К морю, как они выглядят сейчас. В Владу вход. И туда дальше, вот мимо Ламелии проход. К морю подходим к пляжу в Джумате. Здание Ламелии. И с левой стороны тут пляж. Не помню конкретно, к кому он относился. К нему прилетело знатно. Чуть поразрушало. Такого там жесткого катаклизма не случилось. Конечно, если вы... Тут я, насколько помню, навесов было больше. Если это все, что осталось, то, возможно, не так все страшно. Хотя он туда заплывал. Вот так вот выглядит детская площадка. После пережитого шторма она, в принципе, устояла. Но вид у нее, конечно, тоже половина в песке провалилась. Там чуть выше домики поперекидывала. Тут навес завалило. Я выше навесов. Это насколько сюда песок намыло. И это пляж уже Джамайки. Один из самых дорогих пляжей. Тут лежаки дороже всего стоили. Когда строили, говорили, для всех будет доступен. Ну, для всех, у кого есть деньги. Надо было чуть добавить, и тогда была бы правда. Это мы наблюдаем пляж Джаматинского проезда. Дальше пляжа Джамайки. Здесь тоже знатно вымывало песок. То есть тут стал бугором. Он был такой более-менее ровный. И кучу всякого мусора принесло на само побережье. Здесь видео мы стремимся вчерашним днем с ветром. И посмотрите, как сейчас идет песок. Здесь очень хорошо, что до дальше есть дюны, которые его аккумулируют. У нас в Анапе роза ветров примерно одинаковая. Что ветры дуют с берега, что ветры дуют с моря. И поэтому песок то туда, то сюда перемещается. Только есть одно маленькое дно. Во-первых, строительство высотных зданий всегда было в СССР запрещено, чтобы не нарушать условий естественной миграции песка. Второе, сами дюны уничтожаются, и песок улетает туда дальше. И он оттуда уже никогда не вернется. Поэтому наши пляжи деградируют и сами себя уничтожают. Хотя природа все придумала, как должно было быть, пока не вмешался сюда человек. Металлические каркасы уцелели, ничего не будет. Вот деревянные немножко погнуло водой, но в основном тоже устояли. И вот по вот этим вышкам впереди песочек подушел с пляжика. Там у нас разрушают отель, но что-то очень медленно по решению суда его тоже должны снести. Построен не там, а это все настилы с пирса, которые повыбрасывало. Наверное, будут пытаться восстановить, потому что ни одного настила на пирсе не осталось. Металлическая конструкция, в принципе, выдержала. Опять куча денег будет тратить, чтобы его восстановить. Тут полностью весь вот этот участок пляжа подмыло. Кто помнит, здесь разрушали дюны для строительства. Как раз таки вон в той гостинице. И потом песок сюда увозили. Хорошо, что ветер все-таки не унес весь его. А то бы вся вода ушла оттуда дальше, на Пионерский проспект. А этот контейнер, это домик, который тоже где-то стоял на пляже, его унесло, принесло аж сюда. Такие я видел на пляже высокий берег Малой Бухты. Возможно, оттуда как раз таки он и приплыл. Кому сейчас хорошо, это нашим чайкам раздоли. Они зависают на ветру и ищут рыбку, которая выбрасывает волной на мелководье. По всему берегу размотала части перса. Мы подходим к пляжу Феи 2. Здесь тоже ведутся работы, чтобы разгрести все завалы. Работают 5 человек. Видно, что рукав торчит с той территории. Оттуда откачивали воду, обратно в море возвращая ее. Качали много, видите, какие потоки. Здесь бежали на берег, потом дальше в море. Все дело в том, что забор их выдержал, а ворота воду пропустили. Но сильные волны, я так понимаю, сюда не приходило. Ворота остались целые. Ну, либо их открыли, впустили воду. Спасательный домик выстоял. И подходим к детским пляжам, которые были. С левой стороны от второй Феи. Здесь дюны, помните, такие были островы. Их тоже подразмыло, оголив корни кустов, которые их держали. Вроде такие маленькие веточки сверху. Посмотрите, какая корневища у этого куста. Поэтому он аккумулирует в себе очень много песка. Остатки, по ходу, пирса выбросило. Пляжи выглядят, конечно, убитыми. Но я уверен, к сезону порядки наведут. И вы спокойно можете приезжать на отдых. Ребята, не переживайте по этому поводу. Видите, что зима, но работы везде ведутся. Никто не сказал, там к сезону подготовлено. Наводят порядки здесь и сейчас. Это пляж на улице Морская. Здесь сделали брусфер из песка. И благодаря этому задержали воду, которая могла тоже туда пробраться. В Джимоте, как было это на первом проезде. Территория спасена. Но и Дюну очень жалко. От них тут вообще ничего не осталось. Они голые практически. Все деревья уничтожены. Это пляж на первом проезде. Вода уже ушла с юбилейного тупика. Здесь опять сделали брусфер, чтобы не заходило больше сюда море. Ну и подразрушила эту зону отдыха. Тут подо мной иду, проваливаются доски. Потому что песок оттуда повымывало. Какие здесь разрушения принесла стихия. Пляжи, конечно, когда прогуливаешься по береговой линии, практически не узнать. В порядке уже наводят. Здесь убрали домик, который был. Посмотрите, как подразрушилась здесь дюна. Ломала просто эти все доски, как щепочки. И туда дальше тоже дюны подуничтожила. Вот этот домик, который валялся здесь на берегу. Сразу после шторма его брали повыше на дюны. Ветер продолжает выметать песок. Сейчас оголяя огромные залежи мусора. А здесь все, что осталось от дюны. Она такая большая туда уходила. Ее полностью вымолы. Только кусты еще торчат. Будем надеяться, что они не погибнут. И заново образуются вокруг них насыпи песка. Далее побережье не сильно изменилось. Гостевой проезд, кривой проход. Они как были, так и остались. Дальше разрушение возле Сибур-Юга. Форсировать реку Можепсин можно только босиком. Ближайший мостик снесло, потому что вода туда шла. С влажным потоком он не выдержал. И тут, когда выходишь на пляж, такое ощущение, что возле скалы настолько разбил эту дюну. Кайтеры сегодня раздают Александру, совершают великолепные прыжки. Все больше такие вот вещи встречаются. Надо мусорку выкидывать. Жуть просто. Птички летают прям по ветру. Вот такая вот в Анапе зима. Ой, какое-то море теплое. 13 градусов, а на сегодня красотища. В ту сторону мы наблюдаем гостевой проезд, кривой проход. Немножко подмыло дюны и разровняло площадку. Других разрушений нету. А это пляж Сибур-Юга, который постоянно пытаются оставлять на зиму. Вот так вот все навесы их тут перебаламутило. Ведь их местами даже пытались привязать друг к другу, чтобы они не уплыли в море. Вот видите, то там, то там. Мы видим такие стяжки. Но возможно, они как раз таки и спасли от уплывания крайних навесов. Но самое страшное здесь, это вот эти побитые, разбитые домики. Видите, он лежит на боку. Строение, которое тут одно на другое ставили, чтобы повыше выходить. Глядеть на гладь морскую. И на зиму их не выбирали. Это уже второй раз разрушает. Или если даже не третий этот пляж, а время потопов и других штормов. Все потому, что вписались они в природу. Видите, пробили проран. И, конечно же, и туда на территорию тоже заходила вода. Картинка тоже ужасная. Хотя здесь вроде бы удар стихии был не настолько сильный. Но люди, которые вот в этом месте дюну убрали, и туда зашла вода, вмешиваются в природу. Эти люди сами себе приносят проблемы. Кстати, такие конструкции плавали металлические. Он их на бок заваливал. Насколько сильная стихия и насколько человек беспомощный. Сибурьюг бы должен знать о том, что такое может происходить. Здесь наблюдаем пляжи бывшего Северного Сияния и пляж Феи Третий. Тут разрушений никаких нет, потому что с пляжей все было убрано вовремя. По ощущениям пляж стал такой гладкий, ровный. Как люди перебираются через речку Можепсин. Мужчина сначала перенес одного человека туда. Это был другой мужчина. И сейчас приносит им кофе. Возвращается за девушкой. Интересно, почем такое вот. Это просто фантастика. Реалии анапские. Как это происходит. Эть, эть, а мы босичком. Кто был на пляже Можепсин? Вы помните эту дюну? Ее просто напополам смыло. И на лазурке тоже подмыло. И дюны. Там навесы, короче, я его тут снимал. Один из навесов, чтобы вода стояла. Лазурный берег очень радуется, что не сносил дюны перед своим входом. У него бугорок. Вода заходила. Навесы подныла их немножко. Перекосила. Даже домик подбила. Ну и митпунт поплыл дальше. Тоже кусочки домиков. Кровли валяются. Домик на пляже Волна. Отогнула немножко профили. Видно, что внутри находится детская площадка покорежная. Так вот выглядит сейчас это творение русско-человеческое. Пляж Кавказ. Мы уже доходим. Здесь каких-то изменений. Кроме того, что море стало ближе, тоже не наблюдаю. Строения кубанской пивы. Насколько ближе стали сейчас к морю. Море уже спокойно. Это то, как близко подошло море. Невероятный закат сейчас происходит. Это, друзья, пляж Афалинио. Тут не сказать, что тут все изменилось до неузнаваемости. Сюда стихия бьет. Иначе не так сильно. Приходит постепенно ночь. Все ближе этот корабль. Это пляж паруса Селены. Тоже никаких глобальных изменений. Им повезло. Здесь выход Селены на пляж. Ничего не осталось такого. Камеечки тут были иногда. Но неразрушений нет. Откачивают воду. Это пляж Жемчужины. Вода туда морская зашла. И порадовала тех, кто Дюну тут сносили. Видите, никто не защитился от нее. А теперь качает. Текает в море. Таблетка наполовину в воде сейчас. Корабль на фоне гораздо более жестче. И пляж детских санаторий сейчас смотрится вот так вот. Но выжило самое интересное. Ну, значит, сюда сильно больше волнами пришли. Повезло этому побережье. Мы еще несколько дней назад гуляли здесь с дочкой. Этот ларек был целый. Вот перевернуло и разбило волнами. На вес вот этот выжил. Потому что забит такими вещами с пляжа. Здесь уже ночь. Корабль становится все ближе. Уберем в том, что мы до него доберемся. Корабль все красивее. Виден корабель. Блетка в море и корабль там же. Картина масла. Пляж, конечно, подуничтожил знатно. То есть вода здесь заходила. Вынесла все строения на пляже. В сторону Жемчужины. Проходок в море. И вот так вот последствия выглядят. Прихода сюда шторма. На пятизвездочный пляж. Утонула таблетка. Кораблик уже рядышком. Ждет, волнуется, когда мы до него доберемся. Кто-то может договориться. Действительно поплывать бы на корабле. Поснимать бы. Было круто. В самом судне находится 21 член экипажа. Прежде всего, у них какой-то карантин сейчас проходит. Пляж Вита. Насколько смыло песок. Если появилась какая-то конструкция, которой здесь не было. Видно на этом пляже. Представляете, у нее высота где-то метр двадцать, я думаю. То есть метр двадцать песка съела пляжа. Вот это жесть. Вот он, выход, центральный свит. Дальше пляж. Видите, здесь его корабль. Верю, что я дойду до него. Два часа двадцать минут двигаемся. Красота. Еще немного. И мы дойдем до корабля. Осталось совсем мало. Машина мигает фарами. То есть трафик бешеный. Такая прям видно, как у него нос задран. А попа внизу. То есть нос у него сел, походу, на вторую мель. Вот эта конструкция на параллельно пляжа еле выстава, перекосила. Из-за пирса, из-за гор появляется корабль. Выглядит это, конечно, невероятно фантастически. Ух, какой он большой. Глазами, конечно, совсем по-другому, ребят. Надо приезжать, смотреть на него. Очень круто. Пишите обязательно в комментариях, как вам такой вид на корабль. Будет еще на закате обязательно на него прийти. Будет выглядеть еще более красиво. Сейчас света мало, конечно, стало. Бизнес-идея. Надо ставить чебуреки джаника где-нибудь здесь, возле корабля. Потому что даже вот уже ночь, а тут народу очень много. Стоит он, ну, наверное, чуть дальше второй мели. Причем видно, как он относительно горизонта нос поднят. То есть докуда дотащило, там и остановился. Говорят, что такое положение очень хорошо. И можно его будет сдергивать, пытаться. Но при этом надо подкапывать, размывать песок. Обязательно разгрузить. Если эта операция будет стоить дороже, чем его стоимость, то, возможно, просто страховка и о нем забудут. Интересна, конечно, его судьба, что будет с ним дальше. Смотрите, сколько народу. Огонь. Ночные приключения. Сейчас водичка отойдет. Я думаю, что дальше кораблик будет прям недалеко. У меня идея появилась поплавать вокруг на Сапе. Мотивируйте, надо ли вам такой контент или нет. Если вдруг на кайте не получится, на Сапе было бы прикольно. Но ночные кадры корабля еще никто красиво не показывал. Надеюсь, что у меня получилось и вам это нравится. Смотрится прям завораживающе. Свети, по-моему, еще даже красивее. Фантастический объект на берегу моря. Надо разглядеть, что там на нем есть. Вот стройка, свет горит. Очень сильно переживают именно за корабль. Не переживайте, ребятки. Я думаю, еды у них достаточно. Конечно, пройдет карантин и их выпустят. Людей много, голубая. Клоу, в общем, ждет гостей. Приезжайте и наслаждайтесь видами. Пока его не убрали. Жалко, конечно, не видно, как пирс нас пережил. Но куда же Витязево выглядит сейчас вот так. Приехать сюда можно по адресу поселок Витязево, улица Мира. Приезжайте до улицы Скифской на пляже. И переходите Дюну. Приходите, смотрите, фотографируйте. Наблюдайте, как это все выглядит своими глазами. Потому что масштаб ни одна камера не передаст. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует...